всем добрый день добрый вечер кто в какое время смотрит добро пожаловать ко мне на мой канал меня зовут юля я решила вам снять пятый отчет в сп авторские истории организатор данного сп джулия кростич сп проходит у юли в группе и также отчеты принимаются кроме видео в фотографиях даже фотография это является основной отчет а видео дополнительные по желанию трудящихся так сказать или увлеченных своим хобби на данный момент я участвую с схемой от автора химера и название как вы видите мамина нежность размер 250 на 250 разработка 2016 года работа выполняется полным крестиком на 16 видео нитками перри здесь полностью и целиком вся картина вышивается нитками перри схему и кто не в курсе я хочу напомнить что он данную схему я получила в подарок за отшитие до этого предыдущие картины и набор я собиралась самостоятельно поэтому были выбраны именно эти нитки не с хс а до этого я все работы вышивала которые две предыдущие работы от химера я вышивала нитками из хс и так на данный момент я закончила уже давайте поближе покажу вам саму картинку так вот она выглядит такой замечательный мешутка мне кажется это должен быть мальчик вот не девочка ребенок мальчик скажем так и его мама ну и давайте не будем откладывать на в долгий так сказать момент а я пока что у меня получилось давайте я сейчас фонастером покажу ночтя в прошлый раз была выполнена вот так вот и вот так вот это вот такая вот вот такая вот красота очень мне нравится от мишка сам малыш конечно я от него в восторге яму когда начинаю ушать нагреть привет он пока без имени я люблю трогать его носик в общем он клёвый 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 я не вообще ну он слишком мимишеный в общем хочется его все время трогать давайте я сейчас чуть-чуть со стороны попробую посмотреть и показать вам да я посмотрю я сама буду подсматривать потому что я так не помню так зрение плохое у меня значит так на данный момент у меня вышито я смотрю на сайте сколько крестиков точка ру вышито у меня сейчас тридцать четыре шестьсот пятьдесят шесть крестиков ну это приблизительно потому что я свои крестики считаю вручную осталось мне вышивать двадцать семь восемьсот сорок четыре крестика к первому апреля я пока не успеваю пишет мне на 7 мая на сегодняшний момент готовность самой работы 55 процентов 55 процентов это не много не мало это уже середина работы вот сейчас смотрю в экран фотоаппарата и насколько живые глаза у мамы медведицы они прям реально блестят они живые и они с такой нежностью смотрят на мишку и у него мимика мордахи такая он доволен что он возле мамы находится войну класс вообще забыла сказать что работа будет примерно получаться 45 на 45 сейчас работа одета на раму пяльца от арабеска самая большая которая у нас пока представлена может быть на выставке феврале арабеска нам что-нибудь еще представит по польше хотя никаких анонсов вроде не было но мне работы 40 на 60 и давайте вам покажу как сейчас у меня натянута работа вы скорее всего что видите кусочки кухни прошу не обращайте внимание нас с вами интересует сама раму так сейчас я попробую вот обратите внимание на левую часть экрана сейчас попробую фломастером показывать так значите вот здесь вот часть видите две дырочки а внизу а внизу сейчас вам покажу внизу у меня до конца рама стоит на месте смотрите с чем это связано когда мы вышиваем внизу и когда у нас снизу будет вот эта вот палка торчать это очень неудобно а кстати я у многих девочек замечаю именно я бы не сказала что это ошибка да но такой маленький недочётик который нужно убрать честно говоря и вам будет намного удобнее и поскольку у меня сейчас вот видите уже осталось вот здесь вот внизу мало расстояния а я обычно вышиваю по листам работа выполняется по цветам то есть я не парковкой вышиваю а чисто цветами всегда разного калибра у меня иголки от разных фирм нитки только у меня не меняются в данной работе и значит к чему я вам показывала эту раму у всех вышивающих особенно у новых еще не опытных так сказать но это вопрос времени у них они боятся с такими рамами садится потому что высота самой рамы понятно если она там любит вышивать с верхнего левого угла как я например то понятное дело что ты сидишь и думаешь господи сейчас я буду там кропить первый ряд на втором не станет ну первый ряд листов тяжело на втором не станет легче но проблема не уйдет поэтому скорее всего что конструкторы данной рамы и вообще данных станков это предвидели но к сожалению настолько там у нас короткая инструкция к станку я думаю что к любому она стандартная там на маленьком листочке основные правила сбора рамы и рамы к станку сбору все больше никаких инструкций нету то есть лайфхаков нам никаких туда не написали ну с другой стороны это же не инструкция к вышивке набора тут как бы конструктор и кому там лет 30 с плюсиком у тех знаменитая советская прошлое детское у всех я думаю у нас был такой конструктор железный и там была куча дырочек и в общем там все на гвоздиках или болтиках все это собиралось я думаю что вот у этой категории вышивальщиц проблем с арабеской вообще не возникает никогда ну плюс там конечно же свой талант какой-то инженерский может у кого кто помоложе и значите к чему я веду к тому что я решила этот вопрос чтобы было все удобно то есть высота рамы должна быть ровно до запястья вашей руки то есть вы подводите локоть под край вот под край самой рамы и поднимаете руку в свою вот туда вверх то есть рама у вас должна чтобы вам было удобно если вы вышиваете двумя руками поэтому пробуйте экспериментируйте это ваша рама вам за это ничего не будет и я чтобы мне было уже удобно вышивать возьму и переставлю то есть я расскажу полностью раму исправлю мой косяк по правой стороне у меня тоже бывают косяки вот мой косяк вот видите на у меня нету дополнительных натяжек я просто уже научилась за два года по моему два года мне уже этот станок ну или год надо вспомнить нет два года у меня с 2015 года так вот у меня значит я научилась уже почти с первого раза ставить правильно канву то есть ровно это вы тоже это сможете сделать это просто опыт и и запоминания там какие-то что где как даже с учетом когда у нас заворачивается одна сторона то есть когда совсем большая канва у меня на канале есть видео по поводу такого формата канвы кто не видел и кому это очень интересно или нужна информация пожалуйста заходите ко мне на канал и там есть видео даже несколько как я натягиваю канву большую канву на раму я даже видео снимала по моему конкретно самого процесса и так значит я подниму канву саму верхнюю планку сюда на максимальный допустимую ширину самой рамы и у меня получится где-то вот здесь вот да где-то вот так вот как раз у меня получится следующий ряд листов и поскольку я сейчас отчитаюсь в сп авторские истории также сегодня у нас среда я сегодня решила что я сегодня посчитаю крестики сфотографирую отчитаюсь в другом сп которые проходят в катрусиных рукоделках у нас там сп как же называется так правильно чтобы не обмануть совместный си отшив по схемам химеры у каждого участника тоже есть своя фотография и в комментариях каждой фотографии каждую неделю в пятницу до 12 ночи по московскому времени мы должны выкладывать продвижение сколько есть вышито и расчет сколько крестиков конечно в данном проекте есть в правилах нормы крестиков но наш организатор не сильно придерживается не сильно нас пока ругает может потому что есть многие работы где только начинаются вышивки и пока там привыкнешь к знакам пока туда-сюда то есть она нам я так поняла дает возможности не строго нас отсеивает вот некоторые девочки сами уходят к сожалению что работа большие сложные как бы ну не всем хватает времени и возможности вышивать такие большие работы вот поэтому я сейчас буду отчитываться это видео я скорее всего думаю выйдет в субботу так а я уже буду завтра готовится к другому сп и буду я снимать конечно же подготовку так у меня есть наконец-то то чего я искала ну не конкретно конечно то что искала но звезды звезды сошлись и поэтому я буду участвовать в следующем сп это 495 красивых крестиков а кто о нем не знает прошу прошу воспользуйтесь ютубом забейте просто 495 вам сразу выдаст что это за сп это для начинающих блогеров или блогеров которые вели раньше активно каналы а сейчас чуть-чуть сделали паузу и вот после этой паузы не могут вернуться полноценно на youtube бывает и такое я сама знаю сложно начинать даже через две недели ты не поснимал уже сложно начинать заново делать но можно вот и я уже там вы узнаете все подробности по правилам правилам там одно железное и это снимать каждую неделю по видео по одному видео желательно чтобы там было выполнено 495 крестиков или как говорит я еще пока рамина по моему зовут девушка у нас литвы как она говорит без пяти пятьсот крестиков вот интересно кстати звучит и также я сегодня давайте из новостей так сказать в конце видео анонсы которые видео которые будут и сегодня я договорилась нашей юлию юлия простить джулия простить извините о том что мы с ней сделаем прямой эфир она сделает а я приду в гости когда это случится я вам сейчас точно не скажу но думаю у нас будет неделька две а может быть и три как только у юлечки будет время время и так самый важный момент для видео и я всех приглашаю следить за нашими с юлей каналами потому что мы обязательно сделаем анонс чтобы вы могли подготовиться к данному видео если вы хотите посмотреть и так всем спасибо за то что вы были со мной давайте чуть чуть придвинуть поближе к работе вот глазки покажу кстати меня сегодня сопровождает моя лампа как и всегда эта лампа которую я вышиваю кому интересно что это за лампа лампа стоит в украине 200 гривен она лет лампа то есть она не меркает то есть нет мерцания она на батарейке то есть два часа вы спокойно можете сшивать на максимальной яркости если это вечером происходит и не привязывайтесь вообще никаким образом к розетке все что можно подсоединить этом юсби поэтому вообще никак не привязаны никому рабочему месту вот такая вот такой вот у меня был отсчет извините что так долго я давно не снимала я очень хотела успеть до конца месяца потому что я буду делать теперь ротацию двух работ всем спасибо всем пока